МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сильные духом". Программа о воинской доблести и храбрости. Главная ударная сила. Первый полноценный штурмовой самолет ВВС Красной Армии, бронированный Ил-2, начал серийно выпускаться с марта 1941 года. По боевым характеристикам он существенно превосходил технические и морально устаревшие варианты поликарповских бипланов. Однако к началу войны группировка штурмовой авиации РККА насчитывала не больше сотни машин. Но даже эти самолеты не имели обученных летчиков и подготовленного технического персонала. Преобладали поверхностные понятия о тактике боевого применения нового штурмовика. Все эти факторы самым негативным образом отразились на эффективности авиационной поддержки войск. Практической отработкой боевого использования Ил-2 пришлось заниматься в напряженной обстановке первого года войны, ценой неоправданных потерь как летчиков, так и самолетов. Неудачи первых дней войны в жизни многих советских людей, тесно связанные с понятием «подвиг» и «летающий танк Ильюшина», выступал одним из самых ярких образов героизма. Само создание этой уникальной машины, главного самолета Великой Отечественной войны, подвиг конструкторов и ученых. Подвиг совершили и труженики авиапредприятий, где в тяжелейших условиях были построены и отправлены на фронт 41 тысяча штурмовиков. Однако главный подвиг совершили наши летчики, воздушные стрелки, инженерно-технический состав наземных служб и командиры авиасоединений, воевавших на Илах. После ударов горбатых, так прозвали Ил-2 наши бойцы, горели фашистские танки и самолеты, взлетали на воздух укрепленные позиции, артиллерийские батареи и железнодорожные эшелоны врага. Скрывались в морских пучинах корабли Кригсмарины. Расчищая путь танкистам и пехоте, штурмовики помогали нашим войскам добиваться успеха с меньшими потерями. Во многих боях именно штурмовой авиации принадлежало решающее слово. Бронезащита, мощное разнообразное вооружение и высокая живучесть Ила вселяла в летчиков уверенность в бою, воодушевляла их нарадные подвиги. Каждый третий сталинский «Сокол», награжденный в период Великой Отечественной войны золотой звездой героя, был летчиком-штурмовиком, воевавшим на Ил-2. Восьмерка летающих танков 828-го штурмового авиаполка под руководством командира эскадрильи старшего лейтенанта Николая Кукушкина изготовилась к старту для удара по вражескому аэродрому. В состав группы входили лучшие летчики. Задача уничтожения авиации противника на земле считалась самой опасной. Морозным утром 10 марта 1943 года весь полк провожал группу в трудный боевой вылет. Каждый старался подбодрить товарищей и сказать им добрые слова. Вскоре штурмовики поднялись в воздух и сопровождаемые всего тремя истребителями легли на боевой курс. Зажатый между сопками аэродром Алла Курти с длинными рядами юнкерсов, хейнкелей и мессершмиттов являлся отличной целью. На нее и обрушилась восьмерка горбатых. В первом заходе вдарили РСами. Залп четырех реактивных снарядов каждого штурмовика, оставляя дымные трассы, помчался по назначению. Во втором на выходе из пикирования сбросили бомбы. С третьего прошлись по фрицам пушечно-пулеметным огнем. На стоянках полыхнули подготовленные к боевым вылетам самолеты. Сдетонировал боезапас снаряженных юнкерсов. Черный дым застелил рванувшее бензохранилище. Огненный тайфун окутал вражеский аэродром. Но и штурмовиков встретил шквал зенитного огня. За считанные минуты боя, уничтожив на земле более 40 самолетов, склад горючего и все постройки, штурмовики легли на обратный курс, лишь сейчас заметив потерю четырех товарищей. Тут же на западе показались быстро приближающиеся черные точки. Это к шапочному разбору на форсаже неслись немецкие истребители. Фашистские асы не горели желанием вступать в схватку с нашим прикрытием, зная о той ярости, с которой истребки защищали горбатых. Чаще всего фрицы атаковали Илы уже на отходе, выбирая поврежденные и отбившиеся от строя машины. Четыре оставшихся штурмовика, прикрываемые одним истребителем, и огрызаясь пулеметным огнем, медленно отходили к линии фронта. Скорость у Ил-2 ниже, чем у МЕ-109, поэтому вся надежда оставалась на слаженный огонь всех машин и маневренность. Отбиваясь от своры Мессеров, задымил самолет Котляревского. Его стрелок-радист, сержант Евгений Мухин молчал. Не дотянув до линии фронта, Константин Котляревский пошел на вынужденную, посадив подбитый штурмовик на заснеженное болото. Мухин был мертв. Проваливаясь в глубокий снег между кочками, временами теряя сознание от боли, Котляревский пополз. Только на восьмой день его обнаружили наши разведчики. 17 октября 1974 года, в 30-ю годовщину изгнания гитлеровцев из Заполярья, в районе Кандалакши появился любопытный монумент. Металлический макет копия Ил-2 с размахом крыльев в 2 метра был установлен в память о воздушной пехоте, летчиках-штурмовиках и бортстрелках, дравшихся и победивших, совершивших невероятное в небе Заполярья. Сильные духом КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ